Лидия 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 Люблю я его, Лида, а он меня. Опять у нас все то же самое продолжается. И расстаться не можем, и вместе быть не дают нам. Просто круг какой-то заколдованный. Лидия 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 Парировал Александр, отправляя в рот приличный кусок орехового торта. И, как всегда, торт получился у нашей мамы фирменно, выразительно вкусно. Костя, Слава, подкладывая ребятам в тарелочки квадратики торта, обратилась к ним Лидия. У нас есть интересное предложение к вам. — Наш папа вам его сейчас озвучит. — Ах, да, мне предстоит поездка в Сакраменто в понедельник, откуда возьму груз и вернусь назад, а через неделю снова еду туда же с другим грузом. Александр сделал паузу с наслаждением, отхлебывая из фарфорового бокала ароматный чай. — Ну, и что же интересного, пап? — У тебя эти поездки каждую неделю или около того. Слава смотрел на отца с недоумением. — Ох, сын, ты никак не научишься выслушивать до конца. Терпение — плод замечательный. Так вот, есть такая хорошая, думаю, возможность и вас, ребята, взять с собой. У меня в Сакраменто знакомый живет, тоже тракист. У него есть сын Игорь. Отдохнете там неделю-две и со мной же назад вернетесь. Подходит это предложение под интересную новость. Костя и Слава переглянулись и, кивнув друг к другу, в один голос радостно воскликнули. — Здорово! — Ну, а я что говорил? — Значит так. Готовьте свои рюкзаки и утром раненько, часов в пять, отправимся. — Вероника, привезите Костю воскресенье вечером. Переночует у нас, чтобы без задержек отправиться в путь. — Ну, и не волнуйтесь ни о чем. Мы позвоним, когда прибудем на место. Гости собирались уходить. Вероника, прощаясь с Лидией, прильнула к ней и прошептала ей на ухо. — Спасибо, Лида, за все спасибо. Все было превосходно. Костя обнимал Арчи, и собака, словно чувствуя расставание с ним, тихонько поскуливала и пыталась лизнуть его в лицо. — Ну, довольно, Арчи, оставь уже, или я даже обижусь! Скорчив жалобную рожицу, причитал Славик, глядя на свою собаку, ластящуюся к Косте. — Ну, и влюбил ты, Костик, ее в себя. Собаки — очень верный народ, так что это навсегда уже. — А мне что остается? Только поддерживать с вами хорошие отношения? Иначе... Слава шутливо закачал головой. Арчи будто понял легкое огорчение своего хозяина, подбежал к нему и, виляя хвостом, ткнулся в его руку, вежливо лизнув ее. Вероника уже завела мотор и ожидала сына. Когда Костя сел в машину, в воротах вновь появился Александр с тремя гвоздиками в руке. — Увезите от нас небольшое воспоминание о нашей первой встрече. Эти гвоздики, Вероника, растут у меня за гаражом. Вы их видеть не могли, но они так прекрасны и многочисленны, что трудно оторвать глаз от этой красоты. Воистину, Божье творение! Оставим знакомство с ними до следующего раза. Доброго пути! Костя, будь готов к дальнейшему плаванию. — Мы ждем тебя завтра! — Машина тронулась с места. И до самого поворота Костя видел в зеркало, как Слава махал ему одной рукой, а другой придерживал за ошейник Арчи, готова сорваться с места и погнаться за удаляющейся машиной. Проехав лабиринт маленьких улочек, Вероника выехала на скоростную трассу и, как бы между прочим, спросила сына. — Так ты со Славой уже давно знаком? Хороший парень, да? — Нет, недавно. Мы виделись с ним несколько минут. И с Арчи тоже. Просто случайно. Думаю, по-настоящему познакомимся в предстоящей поездке и отдыхе. Мне нравится, что он верующий. А верующие не могут быть плохими, мама. Настоящие, конечно. Веронике показалось, что сын ушел от прямого ответа, и она не стала добиваться объяснений.